Изменение в тарифе, это послужило тем, что последний тариф был принят два года назад. За это время увеличилась стоимость расходных материалов, которые при ремонте участвуют, также увеличилась стоимость энергоносителей. То есть основные статьи, на которые мы просим поднять наш тариф, это А, ну еще и добавились те работы, которые мы делали раньше либо за дополнительные средства, либо не делали никогда вообще. То есть основными из дополнительных таких работ, которые у нас не были учитаны в предыдущих тарифах, это ремонт швов, козырьков в жилых домах. На сегодняшний день у нас больше, уже наверное, 300 шкалит вот такое количество заявлений. Обслуживание элеваторных узлов. Мы делаем реконструкцию элеваторных узлов, туда ставим дорогостоящие оборудования, ориентировочно 200 тысяч гривен каждый такой элеваторный узел. Но для того, чтобы обслуживать, нам нужно дополнительные средства, потому что силами сантехников такую работу проводить нельзя. Также мы просим поднять цену, ну стоимость, у нас есть такой расход, как ежегодная проверка электрооблодания, которое мы делаем, но это от нас требование, каждый год такое делать. Значит, просьба также небольшая поднять стоимость на стоимость материалов, а также поднимается стоимость электроэнергии, воды и обслуживания лифтов. Также мы взяли на себя, вот просим вас утвердить нам те затраты, которые мы производим в результате того, что у нас люди работают в ночные и праздничные дни. В предыдущем тарифе этого не было учитано, но тем не менее у нас дежурная служба работает круглосуточной, электрики, сантехники вызываются круглые сутки. Тем не менее, это им все оплачивал доктор Ходов на сегодняшний день, который у нас нет. Общий средний тариф по городу, тот, который мы просим вас утвердить, 3,18 с квадратного метра. А сейчас? На сегодняшний день по 40 баллов. 74 копейки. Так, уважаемые члены, я хочу, чтобы вы понимали, что тарифы надо поднимать для того, чтобы существовал НЖКЦ. Или пусть люди сами переходят на ОСНД, или будем содержать, скажем, НЖКЦ. Но вы видите решение, что мы отказываем от тарифов. Мы отказываем по той причине, чтобы мы финансировали эту разницу с бюджетом. Мы тарифы поднимаем, но люди на это платить не будут. Мы будем выражать эту разницу с бюджетом. Я хочу сказать, это очень серьезный вопрос. Очень серьезный вопрос. Потому что вопрос стоит так. Либо работает, либо существует НЖКЦ, либо оно не существует. Потому что те тарифы, которые были раньше, оно существует, как мне доказывают специалисты, не может. Значит, нужно подавать тарифы у людей. И, учитывая то, что ситуацию в стране мы знаем, и положение людей мы знаем, люди в пути не в состоянии. Поэтому мы будем выносить на сессию городского совета о том, чтобы эти деньги забить в бюджете города и погашать разницу за счет бюджета. Потому что, ну, в принципе, скажем, что есть такая возможность. Смотрите, у нас еще дополнительно по закону, по закону, в тарифы должны войти, ну, скажем, внутридворовые ремонты, во дворах, между домами. Это тоже должно, тоже должны войти в тарифы. Внутриквартальные проезды тоже должны войти в тарифы. По закону. Но мы это погашаем и выделяем деньги с бюджета. Это мы не даем, скажем, не увеличим тарифы людей на жители. Вот здесь, на поточный ремонт внутриквартальных проездов мы даем в сумме 1,9 миллиона, да? 1,9, практически 2 миллиона с бюджета мы даем разницу тарифов за внутриквартальный проезд. А всего мы даем, всего в этом уроке, с местного бюджета на зазначенные заходы выделено. Это на поточный ремонт подъездов, что должны войти в тарифы. Внутричневодинковых, ремонт швил, козырки, житловых будинков на 1,3 миллиона должны войти в тарифы. И в сумме мы погашаем, без тех денег, о которых сейчас идет речь, мы с бюджета погашаем 3,3 миллиона. Это все разница тарифов. Я хотел бы, чтобы люди наши понимали, и мы должны доводить на людей, что мы с бюджета, на бюджет берем очень большие затраты. Сколько эту сумму, вы считали, сколько раз нужно денег на 70 этих копеек, 74 копейки? 1,374 миллиона. Еще миллион 3,376 миллиона. Да, вот, ну практически. В том числе, 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 в том числе. Ну, практически, скажем так, что мы дополнительно на тарифы с бюджета выделяем 3,3 миллиона гривен. Это если говорить о текущих снижениях, то есть, я говорю, текущий ремонт межбордарных проездов, текущий ремонт шло, это все мы потратили 3 миллиона, больше 3,5 миллиона. Кроме того, наша сумма со двенадцать капитальные ремонты жилого флота. Нет, я говорю о тех вещах, которые входят в тарифу по закону. Я говорю, то, что мы делаем ремонты, которые не входят в тариф, это мы, там, я не знаю, там, наверное, десятки миллионов мы выделяем. Да, это десяти миллионов. А если еще мы будем считать дальше, это наши все коммунальные предприятия, которые мы тратим деньги на ремонт и прокладку новых труб водоканалов, на тепло, на канализацию, на вот это жилищно-коммунальное хозяйство, я не знаю, нам, если посчитать, наверное, где-то 50% всего бюджета, который идет на бюджет развития, больше. Идет на жилищно-коммунальное хозяйство. Нам сегодня говорят, там, ну, некоторые скажут, вот есть деньги, куда эти деньги тратить, в плитку уложат. А потом будут на плитку уложить, не ставить, как не говорят, ставить палатку и будут греться. Понимаете, вот надо же хоть чуть-чуть вникнуть, чуть-чуть понимать структуру бюджета. Куда идет бюджет, на что идет основной бюджет. Я еще раз подчеркиваю, больше 50% бюджета развития денег идет на жилищно-коммунальное хозяйство. И мы покрываем разницу в тарифах, тоже на жилищно-коммунальное хозяйство. Питание Викторовича. Люди платят среднюю цену 2.43 и ровно же сколько доплачет городской бюджет. На каждый рубль оплаты за тариф, который платит любой советский житель города Южного, такой же рубль платит городской бюджет. Это должен знать все жители города Южного, что ту сумму, которую сплачуют люди, ровно же такую же сумму сплачивает городской бюджет, добавляет городской бюджет на содержание, на капитальные работы, на обновление жилищно-комплексов, все жилищно-коммунального города Южного. И инфраструктура, который обслуживает к этому. Итак, шановные члены рекомендуемы, сейчас мы отказываем эти тарифы для того, чтобы мы имели возможность в законодательной базе эту разницу вернуть из бюджета. Домовились? Мы отказываем. Мы сейчас отказываем. За решение голоса за. Мы сейчас голосуем. За то, чтобы только в первую очередь, чтобы отказать установленные тарифы. Мы сейчас отказываем, чтобы люди не платили себе, а если мы отказываем по закону, то мы должны положить их в бюджет. Зрозумели? Так? Тогда я голосую на то, чтобы отказать. За проект решения, я не сказал, что вы на облице. Голосуем. Чтобы люди все понимали, никто додатково 74 копейки платить не будет.